Всем доброе утро! Сейчас на часах без пяти и восемь утра, воскресенье. Я нахожусь на площади знаний Национального технического университета Украины, также известного как КПИ. Какого рожна я в воскресенье в восемь утра здесь стою, и я вот сейчас буду объяснять. Я приехал сюда специально для того, чтобы посмотреть, как включается сирена, придуманная художником Алексеем Таруцем. Надеюсь, я ударение правильно поставил в этой фамилии. И сирена должна включаться через пять минут, восемь утра. И так должно было быть. Так должно было быть каждый день, каждое утро в течение работы вот той выставки, которая сейчас находится за моей спиной в библиотеке. Выставка эта называется «Черное облако». И эту выставку делает Центр визуальной культуры. Такая украинская культурная организация. Выставка эта открылась в пятницу. На открытии я получил информацию о том, что здесь есть работа, которая состоит из сирены. И эта сирена должна активироваться ежеутренне, каждое утро в восемь утра. Мне это показалось интересным очень, потому что, чтобы сюда доехать, это нужно потратить какое-то время, то есть специально рано утром встать, что я, собственно говоря, и сделал. К моему огромному удивлению, первое, что я обнаружил, когда приехал сюда, это... Вот сейчас я повернусь, чтобы было видно. Немеренная очередь людей. Ну, просто я в шоке, если честно. Посмотрите. Вот. Просто гигантская очередь людей стоит в Дом культуры КПИ. Я подошел, спросил, что они здесь делают. Оказывается, не один я такой любитель ранних прогулок. Ну, просто очередь человек, наверное, 300. Стоят на какую-то конференцию. Вот. Но им, наверное, повезет больше, чем мне, потому что... Оказывается, я приехал зря. Да, господа, я приехал зря. И это очень печально. Как выяснилось, я поговорил с охранниками. И охранники мне сказали, извини, но... Эта штука, как они ее так назвали, штука, работает только по рабочим дням. А сегодня воскресенье. Сегодня день нерабочий. И завтра день нерабочий, потому что завтра 14-е, завтра государственный праздник. Вот. Ну, и я спросил, вы не можете сами ее как-то там кнопку нажать, включить? Он сказал, нет, я не знаю, как это делается. Это делать должен какой-то специальный человек. Вот. Моему разочарованию, естественно, не было предела. И не то, что разочарованию, разочарованию, смешанному с возмущением. Почему? Потому что никакой информации о том, когда у этой работы есть выходные дни, ни на сайте, ни на социальных сетях не было. Вот. Поэтому я рассчитывал, что сегодня обычный день, и такие люди, как я, могут приехать и эту работу как бы наблюдать. Вот. Этот звук, точнее. Потому что работа – это звук. Но, к сожалению, оказалось, что есть в этом графике какие-то непонятные пробелы и пропуски. То есть по субботам, по воскресеньям и по праздникам оно не работает. Я считаю, что это большое упущение со стороны Центра визуальной культуры. Это очень нехорошо и неуважительно по отношению к зрителю, который вот тратит свое время, чтобы приехать сюда специально для того, чтобы пять минут послушать некий звук. Вот. А очередь все разрастается. Очередь уже загнулась и буквой «Г» накрывает всю площадь знаний киевского политехнического. Ну, скажу еще, что это моя альма-матер. Я здесь учился. Вот в этой, собственно, библиотеке я брал книжки. Это было очень давно. Но находиться здесь мне каждый раз очень приятно. И, наверное, это единственная приятная штука, которая есть сегодня утром. Вот. Во всем остальном это утро получилось очень печальным. Боже, зачем эти люди проснулись так рано? Да, что еще сказать? Я не уверен, что у меня получится еще сюда приехать, потому что, ну, рабочие дни, сами понимаете, люди работают. Да, есть такая привычка зарабатывать деньги. И, соответственно, приехать сюда будет довольно сложно. И, если кто-то это сделает, я буду очень признателен. И, более того, я очень хочу призвать кого-нибудь из моих фейсбучных друзей, киевлян, чтобы они все-таки сделали это. Потому что вот у меня такое чувство есть, что так не должно быть. И это видео с сиреной или там звук этой сирены, он должен быть кем-то зафиксирован. и опубликован. Поэтому обращаюсь ко всем. Если вы любите рано вставать, если вы живете неподалеку от КПИ, пожалуйста, приедьте и запишите эту сирену. Чёртову. Что бы она ни значила, какой бы месседж там за ней ни стоял, но сделайте это ради меня, который сегодня проездил сюда зря. Всё, всем спасибо. Я буду отсюда сваливать или пойду на конференцию в конце концов. Почему бы и нет? В 8 часов утра воскресенье самое время, чтобы ходить по конференциям. Пойду сейчас стану в очереди, постою часика полтора наверное и попаду. Всё, всем пока. С вами был Лёша Буистов. Хорошего выходного дня, хороших праздников. Увидимся на следующих наших встречах в эфирах. Пока!